Ну, как бы, я жил и поступал как клоун с тех пор, как я себя помню, но лет в 10 примерно, может чуть раньше, я увидел, я увидел по телевидению фильм Чаплина «Малыш», и просто разъянул рот и не мог оторваться от экрана. Потом мама выключила телевизор, потому что пора было спать. Я до утра проплакал, потому что понял, что я мечтаю так же делать, как Чаплина. Во-первых, он выражался телом, то есть ему не надо было слов, он как будто танцевал на экране. Во-вторых, это было одновременно очень смешно и очень трогательно, и даже трагично. И я сказал себе, я хочу так же смешить людей, заставлять их плакать. Я не очень об этом думал, но на следующий день я уже сделал себе такую тросточку согнул, шляпу одел и в больших ботинках бегал по всей школе и смешился. Ну, это были фильмы по телевидению, хотя Луи Дуфинес был так же популярен, или Юрий Никулин, русский клоун. Но Чарли Чаплин был, наверное, больше всех мне близок. Я чувствовал, что это я. А об искусстве, мне просто притягивал этот мир, где все так летает, смешит, фантазия, и как будто... Ну, то есть, реальность приподнятая на дна. Уже до того, как я увидел Чаплина, я вел себя очень специально. То есть, я строил многоэтажные шалаши в лесу или из снега рыл целые города. У меня была огромная рогатка в 2 метра высоты, к которой я привязал резину от камеры велосипеда и взял свою шапку, привязал, и кирпичи летали у меня там через... Она была полтора метра высоты у меня, рогатки, врыта в землю. Мне мама попросила перенести там картошку из одного места в другое. Я подумал, самое лучшее – это метать картошку через весь огород. Поэтому пришлось сделать эту машину. И мое любимое занятие было, когда никто не видит, – ломать заборы. Я ненавидел заборы. И я поломал все заборы вокруг, потом попал в полицию за это. Да, это для меня... Я люблю ходить по середине дороги, не по тротуару. Как только есть возможность и нет машин, я выхожу на середину дороги. Я никогда не завязываю шнурки на башмаках, потому что я хочу быть абсолютно свободным, и заборы мне мешают, поэтому я всегда... Заборы между искусствами, между людьми и любые заборы. Часто ты понимаешь, что ты сделаешь только потом. Я просто хотел... Я очень люблю клоунаду, но ненавижу клоунов. Все, что часто вижу вокруг себя. Мне кажется, это искусство заслуживает большего, чем то, что имеет. И я хотел найти такую клоунаду, которая бы отвечала моему сердцу и любви к этому искусству. Этому великому искусству. Я думал, почему современные интеллектуальные люди не идут в клоунаду? Значит, что-то там такое нехорошо в этом искусстве. Поэтому я начал искать другой язык, современный язык и современные темы. Потому что очень много столетий клоунада повторяла себя. И было как будто она родилась в 16 веке и продолжает там жить. И поэтому я просто пытался найти, какая она может быть сегодня. А поэтому все, что у меня внутри было, я попытался вместить в этот театр. И старое искусство клоунада говорило слишком много. Какой я замечательный, какой я великий, какой я мастер. Современной клоунаде неинтересно мастерство. Но я постараюсь прятать всю профессию, чтобы не видно было. Чтобы ничего не мешало встрече публики. Я люблю вещи, которые имеют много значений. Как все в нашей жизни. Мы только что начали смеяться, и тут же пришла новость. Мы заплакали. Кто-то пришел, нам что-то подарил. Мы уже рады. И она так все в себе мешает. И я хотел, чтобы моя клоунада была такой же разнообразной, бесконечной, как жизнь. Потому что обычно клоунада делают как серию шуток. Что меня совершенно не интересует. Когда ко мне актеры приходят, я говорю, только не делайте смешно. Что для клоуна очень трудно. Потому что то одно, то другое, то страхи, то ненависть, и еще всякие напасти. Второе клоун – это доктор. Он лечит нашу душу. И, значит, кроме ребенка, анархиста, наверное, можно сказать, что лунатик. Поэт и лунатик – клоун. Он смотрит только наверх. И поэтому всегда падает в яму. Но ему интересно только то, что там, наверху. Мне не нравится слово «клоун», потому что среди людей нашего века это слово все время дает ассоциацию развлекатель детей на дни рождения. А клоун – это философ. И он выбрал такую позицию жизни – быть дураком. Потому что в человеческом сообществе, даже в самом маленьком, если у нас 3-5 человек, в комьюнити маленькой, все равно кто-то берет на себя роль клоуна. Тогда эта комьюнити будет гармоничная и положительная. Потому что над кем-то должны смеяться. Кто-то должен быть хуже всех, чтобы успокоиться и сказать, я чуть-чуть лучше, все в порядке в моей жизни. Потому что есть такие игры хуже меня. И поэтому он берет роль, чтобы люди чувствовали себя комфортабельно в жизни. Чтобы они не спали. Кто-то должен наводить беспорядок. Есть такие слова, которые являются мифами. И в них бесконечное количество уровней. И так же, как слово «балерина» или «мама». Это нельзя очень просто рассказать про это. Можно с разных сторон заходить и пытаться увидеть хотя бы часть. Поэтому можем сейчас попробовать с нескольких сторон зайти. Ну, например, клоун – это ребенок. Открытые глаза. Удивление перед миром. Все хочу потрогать. И во всем участвовать. И восхищаться. Адмирады. По поводу ребенка, я не сказал одну хорошую вещь. Клоун берет и бьет посуду. Потому что очень красиво она звенит и разлетает. То есть он относится к миру, как к тому, что может дать ему радость. Потому что пусть это на секунду, но зато это логично, а это радостно. Он выбирает радость. У меня много разных проектов в моей жизни. Но один из самых любимых – это вот этот проект, который я хочу соединить жизнь, искусство и природу. Самое главное – в реальной жизни создавать свою реальную жизнь как произведение искусства. Субтитры создавал DimaTorzok